козел сволочь идиот алло ник здорово я положил трубку ой-ой-ой дом с привидениями был населен различными йокаями из папье-маше ребят всем привет вы на канале nixon sleep мы продолжаем играть любовь деньги рок-н-ролл и это у нас уже четвертая серия по данной игре и значит мы продолжаем играть проходить узнавать кто хочет убить николая кто ему все время названивает и какую тянут все-таки выберет вот и так же да продолжаем бегать от нашей бывшей который пиздец как за ипала постоянно появляется перед нами и коля тоже долбоеб бегать постоянно за ней вспоминает хотя бы уже забыл про нее и все жил бы дальше своей жизни вот значит да нам тут в конце прошлой серии позвонили и мы не хотя сняли труппу и алло последний долг после долгого молчания на том конце поспешился знакомый голос николай это и чина собеспокоит старый друг отца оказался взволнованным и тут же я тут же вспомнил вчерашний разговор николай я звоню по поводу до вешнего разговора я слушаю звоню чтобы сказать что акиру искать не надо не надо почему ты же не он остановился на полу условия нет честно говоря как-то времени не было ну и хорошо да мне даже ты сведения что он умер умер с улицы доносились веселые детские крики последние лучи еще теплого осеннего солнца приятно грели а меня прошиб холодный пот и чинусы сан это никак не связано с моим отцом с его работой нет нет что-то его голос звучал успокаивающе ха если его убили а у нас был интересно а его убили если бы пошли бы гулять не схемиться блять искать этого акиру нам говорят сердечный приступ он был уже не молод да-да промолчав он добавил все там когда все там когда-нибудь будем мне очень жаль ладно тебе ты его вообще не знал но все равно если он был вашим другом другом отца да мне тоже жаль что больше нечем нет ничем не могу тебе помочь в о чем по поводу работы твоего отца акира был моей моей единственной догадкой ничего вы и так сделали все что могли если бы мне удалось сделать больше стандартные японские обмени бизнесами уже начали меня отомнать как бы там ни было и чиноза сан если что-то вспомните я буду рад любой информации конечно конечно коныч врет же наверняка хотя зачем врать о смерти человека если он не умер а вдруг я брошусь на его поиски и таки отыщу когда подобно ложь вызовет обратный эффект нет наверное это просто тупик так если у меня и получится разобраться во всей этой ситуации то придется зайти из другого конца начать сначала когда я вышел с раминой на небе уже ярко горели огоньки далеких звезд как маленькие фонарики подвешенные высоко над облаками так может быть были дома как они чуть не понял кажется в россии звезды ярче всего в конце августа с океана поду холодный сырой холодный сырой ветер я поежился и на душе тут же стало неуносимо тоскливо возможно где-то самом центре токио еще кипела ночная жизнь но мой район с наступлением сумерек засыпал улицы пустели лишь припоздневшиеся прохожие спешили домой не взяла любящая семья и горячий ужин совсем не то что мы равен если бы я не поссорился с химицу впрочем можно ли назвать это ссорой не криков не питья посуды не мордобоя наконец просто натянутая молчание и нам недомовки и нерешительность да именно нерешительности я просто не знал что чувствую к ней особенно сейчас когда вернулась кетри принятие и любовь было бы проще всего но не сделали я тем самым только больнее нам обоим будут ли в итоге эти отношения искренними или опроса добавили функциям домработница еще и роль любовницы а в итоге химица меня просто возненавидит такие себя как я себе да впрочем здравые рассуждения хороши на свежую голову постой том строить у меня звенящий тишиной их и холодом осенние ночи я только не понял чем по поводу тут 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 если бы мне почувствовать ситуацию то из другого конца начать сначала как будто блять чё это за разрыв а вдруг я больше на пусть не мы были дома я же не туплю мы были дома как мы оказались в районе часа бред ладно опустим я долго стоял рядом с телефоном не думаю ни о чем конкретно нет я точно не собирался никому звонить скорее ждал что позвонит мне однако стрелки часов уже приближались к полунице я взгляну на улицу новые окнах было темно почему со мной всегда так сначала сам отталкивая потом страдая наконец-то меня накатила усталость это стало желанным избавлением я растянулся на кровати закрыл глаза и сразу окунулся в ту приятную дремоту когда знаешь что вот-вот заснешь значит я совсем запутался как будто блять там временем и не знаю управляет или чё 11 сентября или мы как-то выбежали забежда бежали до раминой а потом опять вернулись домой якобы искать и киру хотят за бред вставай заняв голове чей-то голос словно по живому делали лоботомию до вставай не как он вставай я с трудом открыл первый глаз более резко проскочила в левый полушарий мозг ну вот с обличением вздохнула химитсу сегодня же суббота проворчал я и перенос на другую бок пятницу вставай она начала торсти меня за плечо ну хватит уже наконец мне это надоело я вскочил с постели видишь не так и трудно было химитсу улыбалась словом все было в порядке впрочем а почему что-то должно быть не в порядке я посмотрю на часы в принципе они придерживаются своего привычного распорядка дня но почему тогда чувство себе так паршиво завтракать сегодня борща не будет надулась она ей богу как хомячок что что смешно ничего просто ты выглядишь забавно химитсу прокоснела и забегала глазами по комнате ну да забавно как хомячок она топнула ногой зашипела и быстро вышла из комнаты химица всегда выглядит смешно когда злится вот только это все скорее игра настоящее чувство эмоций она привыкла скрывать и даже я не всегда понимаю что творится у нее в голове в тот или иной момент на столе а вот это классно столя стоял традиционный завтрак японском стиле пожалуй сейчас не самое время воротить нос и корчите себя гурмана так что я сел молча принеса за еду и дата и тогда кимасу это приятный аппетит по моему на стандартно фраза которая по непринятно говорить перед едой дословно я принимаю а нет ну так приятно приятно пить туда на рачи ты серьезным тоном сказала химицу про хлюкал я в ответ с набитым что никак он ты вообще не вращаешь мимо ни на то что происходит вокруг это почему спишь как убиты а если ночью кто в тот дом заберется я ворует да что тут у меня брать я рассмеялся подавился закашлялся и вскочил чтобы налить стакан холодной воды аппарат куда знать с улицы дом выглядит вполне ничего ага ты правда думаешь что грабители идут на дело просто так не разузнав все предварительно и как же они разузнают а как как не знаю я как если ты считаешь что я по ночам подрабатывают домушником просто я вчера видео подозрительного человека идут рядом подозрительного человека да он что-то высматривать тебя в окнах я скептически хмыкнул и химица смутилась или мне так показалось конечно за последние ничего только не случилось но нельзя же абсолютно все списывать на поиски врагов народа тем более в данной ситуации кажется химица просто хочет привлечь к себе внимание и на то есть причины последнее время я действительно ее частенько игнорирую так а чем он был подозрительный человек этот твой ухмыльнулся я он не мой химица стала со стервенением принялась мыть посуду эй ну я ведь не доел я попытался отнять тарелку смеса почти полную надо заметить тебе все равно не нравится как я готовлю завтрак самый важный прям пищи за весь день пришлось даже подняться со стула чтобы все ты чтобы вырвать свою законную порцию вода из крана текла под таким напором что разбивалась обраками и летела брызгами во все стороны вот уже школьная форма химицу намокла и кое-где появились мутные пятна ну а что мне делать в полицию идти она не ответила я не говорю что тебе показалось или что ты все придумала просто реальная жизнь куда сложнее откуда тебе ждать могут видела на кажется все таки не стоило так упорно над ней прикалываться я медленно подошел и обнял химицу сзади ну извини тихо прошептал на уху никак у не надо она попыталась освободиться но не уверены без усилий словно не до конца понимаю хочет ли этого на самом деле такие проявления близости не были для нас чем-то из ряда вон выходящим не знаю уж как на это а реагировали реагировали бы типичные японцы на химицу привык а я уж и подавно и только последнее время стал замечать что в наших отношениях что-то начало меняться может быть потому что я верну вернулась кедр на может просто потому что мы стали старше и то что было нормально начальной школе теперь имеет куда большее значение ладно пошли уже а то опоздаем тем не менее оправдываться не было совершенно никакого желания я отпустил химицу и отошел на пару шагов вашу только забегу переоденусь как ни в чем не бывало ответила она показывая про намокшую школьную форму прикольный сон я стоял на улице и ждал химицу типичное утро в этом районе ничего подозрительного уверен что ей вчера показалось впрочем записки звонки мне вдруг стало не по себе пошли химица вышла из ворот своего дома в чистой сухой форме а что нам разве несколько комплектов выдавали конечно и что и у меня тоже есть запасной конечно лежит шкафу я хотел спросить в каком ну тут же осёкся мне стало невыносимо стыдно за моё сегодняшнее поведение да и вообще за свое отношение к ней да а вот та самая раменная мы остановились возле моего любимого ресторанчик чем без интереса протянула химицу и блядь дачу с голосом давай как-нибудь сходим никак у нас только раз говорила нет ну просто ты все время говоришь а тут для разнообразия все дорога в голове крутились столько столько мыслей столько фраз вертелось на языке а сейчас я мем что-то невразумительное это свидание и хитро спросила она ну да наверно а я сделал все только хуже потому что химица покраснела и опустила голову так низко будто извинялась хорошо когда-нибудь ладно до школы я шел буквально темпе спортивной ходьбы химица еле еле успевала за мной классе сегодня было откровенно пустовато и пятница ничего удивительного ну и что тогда здесь делаю брать а вот и киски тут как тут ну привет что то ты хмурый с утра все в прятки лучше не бывает съесть я взвил я еще раз окинул взглядом класс парта кэтрин была пуста иметь за самого утра увела мои мысли в сторону от нее специально ли случайно однако вчерашний их спор все еще стоял перед глазами во всех готовых а уж сейчас то он казался каким-то особенно важным словно битва двух страшных чудовищ из древнегреческой мифологии не видел сегодня кэтрин нет а что такое да ничего просто спрашиваю просто значит мерзкая улыбка растянулась до ухода от уха до уха да просто я старался не реагировать и на провокации ник мы же так и не поговорили а ведь уже четыре дня прошло а не о чем говорить внутри меня все начинал закипать но нельзя было допустить еще одного срыва подобному вчерашним нет о чем говорить просто что я знаю не больше твоего на носить тебе что-то понадобится конечно я в курсе куда обратиться в таком случае точно не к нему я встал и подошел к майку который по традиции читал книжку привет памятуя о том что наговорила ему я старался выглядеть максимально дружелюбно но все-таки не слишком он поднял голову если в какие уровни как дела но это как посмотреть а как посмотреть от зависит того что от имеющий долл прикладное аниме философии киски это конечно удовольствие ниже среднего но на пускной претензиозный псевдо буддизм от майкла и меня в состоянии вывести из любое да вывести любого да ладно вижу ты болтать не настроение не настроен хотел спросить не видел к этому нет понятно спасибо дальше продолжать разговор было незачем конечно малькл не стал бы накидываться с расспросами но ему этого и не нужно он может залезть в душу и по-другому какая кэтрин заебал блять коли вот опять спрашивать про него тоже прям тошнит кстати время ходу тут не меняется вообще просто серия задавался вопросом а что если мы бы сидели реального времени вот сколько часов и стрелки бы двигались чем произошло бы меня вот она статично тут постоянно я просил еще несколько одноклассников но без результата наверное со стороны моей потуги выглядели странно но мне было наплевать да и все уже давно привыкли тому что от меня можно ждать чего угодно однако мысль о китре никак не давала покоя ведь зная ее уехала не попрощавшись вернулась не предупредив что если вчерашняя ссора с емицу станет последней капли естественно ей придется остаться в японии но вот сменить школу запросто и ведь даже не знаю где она живет да я конечно она смотрю они смотрю могли запросто заселиться старую квартиру но мне казалось что не бывает в жизни таких счастливых совпадений однако в школе до должны быть ее данные в том числе домашний адрес это значит что можно пробовать поискать учитесь когда ёпта ты заебошь я и был ей был там не раз примерно представляю что где хранится другой стороны сейчас самый разгар учебного дня велик риск что меня поймает да и где гарантия что мне удастся среди гор бумаг найти именно ее лично не ее лично дело я глупо переминался с ноги на ногу и никак не мог решиться а тем временем до звука оставало всего каких-то пять минут пойти в учительскую смотрите и номер да нахуй она надо но нахуй она надо отстань нет все-таки глупая затея никто мне не скажет ее адреса надеюсь на то что учительской никого не будет и того этого глупее вот правильно все я просто бродил про школе вскоре оказавшись столовой до логично просто маленькой логично у тебя осталось пять минут до звонка он хотел остаться в классе или пойти бродить я выбрал остаться в плачу но нет он все равно пошел породить на звонок уже прозвенел так что торопиться на урок не было никакого смысла чтобы скоротать время я взял чашку зеленого чая булочку джима столовая была пуста за исключением одного стола за которым сидела девочка я присмотрелся и узнаю и узнал саю тяну на классницу и по совместительству лучшую подругу химицу а вдвоем всяко веселее чем одному привет ты тоже забиваешь ханова тяночка в очках я сел напротив польяжно развалившись на стуле она хин сан да просто ник я обезоруживающе улыбнулся но носа это явно не подействовало она сейчас урок физкультуры а я надях ногу подтянула а вот почему не ты здесь когда у всех идут занятия раз напись сказал же и же я забиваю это так типично откровенно презрение ко мне баллов боролась в ней с нормами приличи требующими безоговорочно уважать старших пусть даже старше я всего на год вообще если подумать она почти всегда так относилась ко мне а причина этому химицу сая считал что я плохо обращаюсь с ней не уважаю игнорирую ее чувств к сожалению по большей части она была права ну ладно тебе что опять начинаешь как химицу кстати неужели тебе правда интересно нет естественно не интересное только утром видео ну а что еще сказать когда ты каждое мое слово воспринимаешь штыки тебе кажется ничего мне не кажется просто ты уверена что все должны вести себя так как ты считаешь правильным а было бы неплохо усмехнулась она ладно вижу ты разговаривать не настроена тогда я пойду а зачем приходил то царится я уже собирался вставать но решил все-таки добиться победы в этом глупом споре нет блин над тобой по издеваться все все же на уроках больше не над кем так уж и не над кем именно так не решай за других я просто просто уверена что право это так типично перед передразнил я ее и повезло же химица с тобой ну у нее хоть кто то есть а ты что твоя желча закрепнешься любой мужик на первом же свидании губки ссая дрогнули она была готова заплакать похоже я передернул палку ладно извини ну ты сама начала до теперь девочка углядела совсем жалко конце концов она же просто ребенок и вряд ли в жизни испытывал какие-то серьезные потрясения а показывая надменности самоуверенность лишь защитный маск скрывающие комплексы с ожалением приходилось признать что красотой сою японские боги не на теле или да иногда говорят что девочки выбирает себе подруг пострашнее чтобы на их вани казаться симпатичный это это не иногда мне кажется это везде в так не уверен что химица когда-нибудь задумывалась над этим но факт остается факт ну прости козел сволочь идиот она вскочила со стула и бросила меня недоеденной булочкой и побежала к выходу из столовой ну вот и поговорили уроки шли своим чередом классе было непривычно тихо это тоже классный сон ты не помню слышу его не нет по он слышал я не узнал адреса кэтрин не знал я также почему я сегодня нет школе да поебать впрочем что в этом странного она исчезла из моей жизни за полтора года тут всего за один день я уже развожу панику неприятное чувство как будто ничего не изменилось после возвращения я все также рефлексирую и накручиваю себя просто теперь у меня был со реальный повод добиваться разговора с ней выяснением отношений реальный повод для надежды и нет впереди осязаемой цели нет сценариев поражение или победы если только серые дни следующий друг за другом как серые облака по небу в дождливый день я не верю что все будет как прежде не верю что будет значительно хуже потому что хуже уже быть и не может мне просто хочется чтобы меня поняли может быть тогда что-то изменится я чувствую себя смеи смирительно больным человеком которым осталось жить каких-то 50 60 лет может быть такой ситуации надо стараться ухватить максимум от жизни стараться проводить каждый день как последний но только все равно почти любой на моем месте отпустит руки зачем выжиться если конец неизбежен и лишь одно может изменить что-то в моей жизни вера в то что все что все что я делал не напрасно что все это было нужно не только мне но и кому-то еще возможно даже изменения наверняка где-то глубоко в душе я извинения наверняка где-то глубоко в душе я ждал их хотя уже давно перестал надеяться смотрите все смотрите я не просто сдался бросил оружие прекратил борьбу да я проиграл но сражался до конца сделал все что мог мне вновь и вновь казалось что все окружающие молчаливо смеются надо мной даже майкл даже киоски дурачок всем поебать на твою бывшую взяла он какой-то странные не есть конечно такой тип людей которые типа блять я хочу вернуть все как было там с бывшей и там не могу без неё блять прошло полтора года еще на тебя бросил на типа чел забей успокойся нахер ты так корень чего заводишь просто ведь я не знает какой неудачник да если бы они только поняли не смеется лишь химица ведь она всегда была рядом она видела все от начала и до конца она понимает ей не наплевать она как медсестра на поле боя заботишься о подверженных но все еще живых бойцах ну почему же тогда я не могу любить ее так как до сих пор люблю кетры словно какие-то цепи сковали мою душу цепи долгое что заставляет из последних сил рваться в бой сбывая истинных причинах сражения отчизна религия любовь легко придумать повод героически умереть оставить свой след в истории или хотя бы в памяти близких куда сложнее придумать причину жить когда абстрактные понятия словно стяг развеющийся над вражеской крепостью исчезает в мутной дымке серого моей жизни не было смысла я лишь хотел чтобы признали мои заслуги в минувших битвах оставлены всеми ослепленный отгоревшими с полохами некогда великого чувства я бесцельно бродил по опустевшему полю боя и уже не верю в то что меня сможет спасти химица зачем мне нужен смертельно больной коллега не верю и в то что смогу вновь найти свое оружие и на ощупь броситься вперед далекой далекой цели надежде не выиграть но умереть обретя в последние секунды счастье брау браво браво она хинкун просто брау вот это вот это поэзия просто эй ник заснул что ли а вообще я был склонен к рефлексиям но все же они не управляли моей жизнью оставаясь на никоим экзистенциальном уровне иначе бы уже давно спился или ношу на себя руки и конечно обычно и так не душа компании на сегодня на тебя просто жалко смотреть их ты блять друг называется так и ну спасибо за участие это все из-за кэтрин тезки присел на край моей парты она заскрипела и даже слегка прогнулась ну ты блин жердя и землетрясение хочешь устроить я оттолкнул его в сторону и засмеялся а вы как всегда рад жизни нам подошел майкл ну за ника не скажу ладно пойдемте поедем что ли здесь просто ненадолго отвлечься от тяжелых мыслей о кто так сегодня столовой не пришлось толкаться киоски знал все лазейки и охватные пути да и отношения с продавцами у такого упитанного молодого человека были прекрасны мы восседали посреди зала как короли отчего мой японский друг выглядел особенно потешно все это немного подняло мне настроение смотрели вчера игру спросил майкл лениво ковыряя ложкой рис а то само собой вот в третьем ининге чё я никогда не понимал увлечение бонс в бейсбол и нинк серьезно не показалось и нинки че за слово странно типа тайм ну и нинк какой-то или скорее не понимал я суть самой этой игры конечно не сложно запомнить правила но мне всегда было интерес но всегда не всегда более интересными казались традиционные виды спорта футбол баскетбол хоккей а тут майкл и киоски америка и япония возможно единственные две страны где вообще популярен бейсбол нет вот бейсбол кстати говоря я так и не понял столько лет смотрю там бывало аниме там игры там всякие арки с бейсболом на даги не понял его правило но выглядит он на самом деле интересно типа прикольно достаточно поэтому тут я бы с коли поспорил да так что от их разговоров я начал откровенно скучать ну что так съехал ну что ну что вы заладили предложи другую тему невозмутимо парировал майкл да какие у меня темы настроение вновь стало хуже некуда недавние рефлексии обуяли меня с новой силой ник ну так же нельзя сочувственно прибукнил тезки согласен от больше атмосфера я был измотан морально просто устал от всех этих мыслей так что злиться на них у меня уже не осталось чтобы вы понимали не дать достаточно не просто падежки да ник может вы друзья эх ребят не все так просто психологи уверять что нельзя все держать в себе ну поля я тут как бы может быть на каких людях это работает но есть вещи которые ты не должен кому-то говорить должен именно как-то их сам своей голове расставить по полочкам они ждать совета вот от них да и вообще это это кринж блять какие-то такие свои мысли личные с ними делиться это бред это ну что не знаешь какие люди тебя могут попасть они могут и осудить потом и обсмеять и не так понять и нахуй надо это все в этом нет смысла просто человек тебя не поймет и не не ощутить так же как это ощущаешь внутри ты при этот нравоучительно сказал киоски что-то я тут не вижу психологов и никто так говорится можно и близко на человек майкл выглядел как всегда невозмутимо конечно нет ничего странного в том что друзья пытаются мне помочь но меня никак не оставляла мысль что они преследуют какие-то свои интересы если говорить о киоске тут понятно любопытство он как рыба прилипала пытая питается слухами и сплетнями о чужой жизни да что там у него даже есть некое подобие своей информационной сети в школе хочется верить что в этой сети не начнутся пересуды и о моей жизни но если с киоски все было в общем то ясно то вот майкл он старательно делал вид что интересуется моей ситуации поскольку постольку поскольку но почему-то мне казалось что все далеко не так очевидно ну допустим ты не совсем в курсе я не сразу подобрал словам в курсе предыстории возьмусь холодно ответил он так так мы расскажем делов то хватило и мимолетного взгляда чтобы киоски тут же замолчал это не секрет не подумай просто ведь действительно что мне скрывать наши прошлые отношения скреты не тайна на самом деле многие в школе знают про них а я веду себя так как будто хочу сберечь что-то сокровенно ведомое только мне и может быть катя это глупо и в тот момент я не мог поступить по-другому неприятный разговор как-то сам собой зашел на нет и мы закончили обед относительно спокойно уроки тянулись мучительно долго но вот наконец и прозвенел последний я немедленно собирал учебники и тратки а около моего стола уже материализовалась словно вы нурнов из транс варпа химик чуть такое транс варп термин из вселенного звездного пути вселенной звездной пути обозначающий технологии позволяющий предавлять ограничение стандартных парк двигателей в общем очень быстро никакому не пойдем домой да не хочу с тобой идти были ты хорошая девочка но хочу побыть один она мило улыбалась мило как всегда и пожалуй куда милее чем последние дни я не имел ничего против этого но мысли о том как и о том что я так и не выяснил куда пропала кэтрин давали покоя ну что подпринять логичными казались всего два варианта пойти туда где она жила раньше и попытаться рискать ее мать сука они пойти ее искать нет да вариант с одной стороны были некоторые шансы но что они вернулись ту же квартиру где жили раньше почему нет ведь квартира новенька посольская с другой ее мать все-таки человек достаточно известный так что по идее я смогу ее найти без особых проблем но в то же время противный голос разума нашептал что кэтрин нет школе всего один день рановато для паники и прием земля вызывает никакую да извини задумался ой какой загрузить какой загрузить какой подожди тут такие варианты я склоняюсь на самом деле к третьему я не хочу я не хочу искать сраную блять кэтрин старую квартиру кэтрин искать ее мать чё за хуйня просто но это же бред я думаю наверно лучше просто проверить старую квартиру до этого схемицу мы убегали в конце той серии мы она нас встречает утром она нас встречает школе ну хочу хоть какое-то разнообразие поэтому ну тут дело не в кэтрин я просто вот была бы тут и в амура я пошел бы с его мурой я просто не хочу слишком с ней как-то сближаться она ну хорошая девочка ну чё-то 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 как-то не знаю мать искать это чё-то чё за бред старую квартиру можно пороплить и все-таки как не посмотри начинает лучше сначала а кэтрин с матерью жили в этой квартире долгое время почему бы бы им и туда не вернуться нашим не сегодня кое-какие дела и опять глупая бессмысленная ложь на самом деле нет просто обещал встретиться с другом глупо слегка осмысленная ложь на химица посмотрю на меня так словно собиралась сказать что нет у тебя у меня никаких друзей ладно само собой она такого не скажет и это и я понимал безотказно отмазка на грани фола главное не пользоваться и есть слишком уж часто ты заходи вечером у меня много домашней работы бросил ответ химица стараюсь придать своему голосу не заинтересованное выражение может быть с кем-нибудь и прокатило бы но не со мной ну или не заходи тогда до завтра до завтра и даже не улыбнулась вот у должен быть быть киану но его нет так ладно я чувствовал себя вен виноватым перед химицу однако всеми силами стараться отвлечься от этих мыслей старая квартира семьи винтерс находилась в центре токио не всегда привлекал местный ритм жизни множество неоновых огней по ночам обили разнообразных офисов и магазин хороший контраст района где жили мы с химицу сотни тысяч ян за квадратный метр миллионы ен ежедневно и проплывающие по счетам крупных компаний что размещались на последних этажах гигантских небоскребов и пара тысяч и у меня в кармане это так сравнивать это как с вами бедного рыбака с хоккайдо и с могущественным сёгуном с хочу хоккайдо самый не хоккайдо самый северный остров японии по 2 по величине анчу крупнейший остров японского архипелага также находится токио все гон в японской истории так назывались люди которые управляли в отличие от импер раторского двора в киотой японии большую часть времени с 1900 100 1192 года до периода мэдзи начавшийся в 1868 году вот однако я не завидовал чужому богатству да и не стремился разбогатеть сам просто хотелось мир посмотрите себя показать но не знаю у кореньки тоже такой дом на самом деле хороший мне даже на наверно нравится больше и по интерьеру и расположенность подальше вот это ты всей суеты не просто какая-то коробка до свой дом и правда тебе там могут кто-то залезть до небезопасному 100 свой какой-то мере я был даже рад что мне не приходится гнаться за деньгами 24 часа в сутки забыв про отдых и сон хотя делается везде совсем не высоких моральных ценностях которых у меня не было а наверное в том что я умел удовольствоваться мало минимально необходимо никогда не задумывался сделать ли меня счастливее квартира в пентхаусе яхта или личный самолет дай мне выборы я бы скорее попросил у джина что-то из духовной сферы бытия а не золотые горы и платиновые унитазы платиновые за этими мыслями я совсем не заметил как подошел к старому дому кэтрин конечно в ее квартире уже жили другие люди чего и следовало ждать в конце концов квартира же посольская заселили новых работников а кэтрин с матерью предоставили жил площадь где-то еще но хотя бы попытался я бесцельно слонялся по городу изучая пышные витрины магазинов с соулачными ценами возможно я и погоротился ранее насчет платиновых унитазов кое-что из тамошнего ассортимента я бы обязательно прикупил быть у меня лишние деньги последние полчаса мне постоянно казалось что кто-то идет за капитан а не следит потуги преследователя выглядели слишком неумело наконец-то меня это утомило я смогу пирог и затаился и вот он негодяй я хватаю за руку и вытаскиваю столбы а я знал не хотел рушить атмосферу удивлена личка две рыжие козички и надутые щечки и давно ты за мной следишь от школы обиженно ответила она и зачем а ты бы как себя повел на моем месте сказал что встречает что встречаешь с другом а сам что сам химица досады прикусил губу но все-таки взяла себя в руки и сказала разве не здесь жила раньше кититян ну допустим что здесь ты же говорил и она сейчас там нет коротко ответил я и не давай химицу стоять ни слова продолжим пойдем домой никак он подожди так или иначе мы с ней пошли наверное проще было поехать на метро но почему-то мне хотелось пройтись пешком химица плелась рядом всем видом давая понять что мне стоит объяснить свое поведение это ей стоит объяснить свое поведение какой какая сука и разница мы пошли гулять блять просто хотим побыть одни зачем за нами шпионить как будто наша девушка понимана любит тому я бы с удовольствием если бы не знал что сказать а так я просто хотел отдать ей некий должок проведя время вместе пусть даже просто слоняясь по улице не надо искать хитрую подоплеку там ее нет сказал я остановившись в витрины большого магазина ты о чем я просто хотел поговорить узнать почему она вернулась почему вновь перевелась в нашу школу я же имею право верт тихо пробурчала химица в ответ я пустила глаза это не значит это ничего по сути не значит я и тебе и тебе не стоит за мной следить все будет в порядке хотя я прекрасно понимал что сейчас химица сидит за мной совсем не поэтому можно было бы еще и сказать не ревной а а вдруг что-то такое и нужно было сделать просто успокойте не соврать нет лишь отложить самое сложное на потом когда я окончательно выясню отношения с кэтрин однако в глубине души я понимаю что вряд ли это когда-нибудь произойдет ведь выяснение отношений стоит начать первую очередь самого себя я тебе не верю неожиданно решили решительно сказала она все опять закончится так же как и полтора года назад ты будешь страдать химицу подожди разве ты не понимаешь что с ней всегда будет так она не способна никого любить кроме себя я лишь нравится причинять другим боль успокойся ты просто не хочешь этого понять как ты можешь терпеть такое отношение к себе ведь это уже не любовь это какой-то мазохизм химицу ну хватит если бы я была на хихе и вместе деловом квартале токио днем как конечно было шумно но устраивать истерики на улице делать все другое прохожие испуганно смотрели на нас и уже даже мне стало не по себе давай об этом дома поговорим я не хочу не буду бесполезно ведь о чем чтобы ты опять покинул головой высокий степень выражение злости на лице начало сменяться тяжелой обидой губки задрожали вот уже на глазах неверно первые самые горькие слезы и не могу так больше если бы не она если бы и только не она все было бы по-прежнему почему она правда так забирает то что я не верю сейчас я и думать забыл о кетре надо было срочно успокоить химицу дело ведь даже не в кате просто бедно химица действительно не заслужила такого отношения из глубин души поднималась жгучее чувство долга неоплатного долга перед химица которую мне не искупить и за всю жизнь я обнял ее ее и крепко прижал к себя чувствую своих руках хрупкую девочку единственного человека для которого я по-настоящему важен соблять не по себе осталось подлива не остановились тише и вот наконец мисса дышал ровно пойдем домой она лишь легкаким на угол и взяла меня за руку сейчас не время для очередных оправданий или выяснения отношений просто быть с ней рядом уже достаточно блянные сука когда мы пришли уже наступил вечер тебе наверное надо поспать от этих химица даже не посмотрев на меня медленно направить своему дому но утро вечера мудренее ой завтра будет поскольку нормально хоть и прекрасно понимаешь что такие истерики и не ей свойственные вряд ли пройдут без последствий наверняка у меня в жизни были дни похуже но сегодняшний помимо всего прошел абсолютно бесцельно кэтрин так и не нашел зато поссорился с химицу как типично для меня если что в голову взбредет то я буквально с маниакальному портом буду добиваться своего не обращая внимание на последствия и сопутствующий ущерб если брать магу которую так любит киоски то там герои не часто выбирают путь наименьшего сопротивления низко подумает один трусость мысленно добавить другой а как по мне каждый сам решает оправдывает ли цель средства возможно да да допустим я даже добьюсь открытым каких-то объяснений но не испорчу ли я тогда окончательно отношения с химицу а ведь никуда не делся и вопрос запиской звонками не действительно угрожает опасность впрочем сейчас голова была забита совсем другим если ничего не изменится с кэтрин а химицу меня так и не простит то убивайте ради бога но если я сейчас отступлюсь закончится ли все на этом я попытался поставить себя на место химицу выглядит неправдоподобно так ничего и не выяснив он просто забывает о кэтрин и продолжает жить как ни в чем не бывало жалость хотя мне казалось что химицу такой расклад вполне устроит может быть сейчас да только вот нам больше не по 7 лет еще раз или два а потом она уйдет поплачет и ставит все в прошлом лишь как одно из воспоминаний детства я сам с трудом верил в эти свои логические выкладки но подгоняемый безотчетным страхом продолжал городить хоть сколько-нибудь правдоподобные теории не было стыдно перед химицу но в то же время я никак не мог выкинуть кэтрин из головы хотя после событий минувшего дня уже и не знал что к не чувствую по крайней мере не был до конца уверен это усталость это пройдет а завтра начнется вновь не так нет нет так дальше нельзя поэтому я все-таки должен ее найти и отпустить или что или сейчас я думать не хотел может быть боялся какая к черту разница последняя машина тихо скрипя покрышками проехал по улице и мой район токио погрузился предрассветную тишину вот данный собственно и закончился загрузка у нас 12 сентября до прошел как-то по-уебански на самом деле максимально даже как-то неловко а человеке можно однозначно судить по тому как сильно он ждет выходных если провел будни в трудах вымотался и желаешь просто отдохнуть выходные для тебя заслуженная награда если тебе все равно просто конец недели то ты лодырь и тунеядец так говорил мой отец вряд ли он был излишне строгим скорее как будто бесполезно болезненно справедливо возможно он больше не мог мириться с советским тоталитарным строем а может причины куда банальнее и приземленнее все это недоступно для понимания маленького человека которого выдергивают из привычной жизни ведут за руку в аэропорт папа тащит за собой огромный чемодан огромный огромный самолет заглатывает себя пассажиров а затем взмывает ввысь к солнцу выше птиц выше икара про которого я читал в сборнике мифов древней греции тогда мне совсем не было страшно наверное я просто не понимал что в действительности происходит самолет мягко плывущий по пышному ковру из облаков больше походит на корабль мир накочевающийся на головах а когда внизу появляется очертание лесов рек городов бескрайние просторы степей и тундра эта картина от чего-то кажется нереально как будто смотришь диафильны совсем другой аэропорт чужой стране чужой город как будто другая планета по сомнению с моим родным городком множество странных людей снущих и снующих туда и сюда разговаривающих на непонятном языке огни вывесок и бесконечные вереницы машин я крепче цепляясь за мамина пальто вот еще мгновение меня подхватит и понесет за собой этот поток заберет туда откуда не возвращаются маленькие дети но папа выглядел напряженным у него то и дело пульсировала вена на виске наш тесно гостиничный номер постоянно приходили какие-то люди некоторые говорили по-русски но я не понимал о чем именно а потом мы переехали сюда никогда не мог подумать что все это только для нас троих моя старая комната казалась огромной я строить фарты из подушек прыгаю с кровати и даже самую малость не доставал до потолка в шкафу который мама называла чехословацкой стенкой казалось хранятся все сокровищем мира чехословацкая стенка громоздкий предмет мебели который занимал большую часть гостиной считался признаком достатка для советских граждан после этого наш новый дом представлял мне скорее барскими хоромами из сказок пушкина почти сразу я познакомился с соседской девочкой со странным именем она была через чужо стенчего и никогда не раз расставалась с простенькой тряпичной куклой но зато говорила по-русски хоть и с акцентом она не умела играть в казаков разбойников и это меня сильно огорчало как будто до знакомства со мной она целыми днями читала свои глупые книжки с каракулами вот у нас в первом классе был предмет чистое писание а тут как будто в школу вообще никто не ходит однако в ее книжках были прикольные картинки да и японские мультики если я со временем начал понимать без помощи новой подруги конечно нет она не переставала быть странной но я привык к ней и она по сути превратилась для меня в единственного близкого человека помимо родителей это он про химицу выходных я естественно не ждал вся разница для меня заключалась лишь том что сегодня не увижу китры а почему я понять тут я всегда блять сейчас я всегда обожал выходные типов ты особенно в понедельник когда идешь школу такой блять это такая безысходность такое дерьмовое настроение ты такой приходишь домой уставший потом раз уже вторник типа хуё ну не так сильно как понедельник на хуё ты понимаешь что более тебя еще там среда уже такое более-менее так скажем состояние ты ну чувствую блять середина недели это типа прикольно да уже ух половина пути пройдена четверг я завтра пятница до такой же это четверг проживаешь не замечая того что завтра еще один учебный день но ты понимаешь что все ты на финишный но опять пятница ты бывало два состояния либо ждешь каждую секунду отчитываешь чтобы быстрее кончились уроки такой все выходные либо не замечаешь как она проходит вот и в пятницу это считался прям самым лучшим днем типа у тебя два дня выходных и полпятницы свободны браку я на вот суббота суббота как бы да тоже охуенно но не так как в пятницу а воскресенье это это депрессняк это мысли завтра понедельник надо делать или уроки или ты их мог сделать в пятницу но все равно тебя могло нахлынуть что тепло все завтра понедельник все по новой бесконечный это цикл страданий школьных одиннадцатилетних как то так вопрос не так и остался висеть в воздухе да еще и вчерашняя ссора с ним я не могу сидеть на двух стульях не могу притворяться что ничего не происходит не могу пустить все на самотек это понимает кэтрин это понимает и химицу своим бездействием я в итоге оттолкнул от себя их обеих если катю отталкиваешь дальше уже некуда то вот перспектива потерять химицу меня по-настоящему пугало это значит что нужно что-то решать мне не хотелось думать что придется делать выбор потому что это звучало как приговор да и я просто не мог не решался представить что мы снова сможем быть вместе с кэтрин химицу не пришла впрочем ничего удивительного даже у нее есть хоть какой-то предел после которого просыпается самоуважение наша вчерашняя ссора стала последней капли а если бы не возвращение кэтрин сколько бы это могло продолжаться кое-как позавтракав я просто сидел на пустой кухне и бесцельно таращився в ресторанство перед собой ну и задачку мне задала жизнь жизнь ну что ты творишь нормально же все было бросил я в пустоту дабы убедиться что нахожусь не в вакууме вакууме не распространяется звук тепло и любовь прямо как в катином сердце нет все-таки объясниться с ней необходимо осталось самое малость найти ее ничего не выйдет искать одну девочку пусть даже американку многомиллионном токио глупая затея к тому же наверняка она и сама не хочет чтобы ее нашли да и мы ведь увидимся в понедельник в школе но я просто не мог сидеть на месте сначала встал и начал ходить по кухне из угла в угол затем принялся наворачивать круги по дому вышел во двор ощущение собственного бессилия давид угнетает я чувствую себя как вольный хищник в маленькой тесно клетки вот бы вырваться на свободу и тогда я им покажу рефлексии все больше загоняли меня в пучины черных андры звонил телефон как-то просто и очень буднично последнее время я будто бы уже научился определять кто именно звонит даже не снимать трубку вот и сейчас казалось что все в порядке алло ник здорово я положил трубку для друга нет только не он его глупая жизнерадостность на контрасте с моей меланхолии можно создать гремучую смесь и пострадать невинные люди тоже согласен порой тут таких вот жизнерадостных вот и весь такой депрессивный да как тебе липнуть жизнерадостность ну как липнуть ну просто ну ни в чем не было общаться жизнерадостные люди ты просто тебя отвращение не хочет ни с кем контактировать им портить настроение и для себя типа это мерзко испытывать какую-то радость когда у тебя и так голый пиздец как-то себя обманывать нафиг надо однако все же надо было решить что дело дальше рефлексировать до вечера или что-то предпринять я не знал где искать кэтрин но велико было желание просто уйти из дома куда-нибудь подальше где хандра меня не настигнет о ну давайте наверно пойдем гулять я думаю 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 дома мы всегда можем насидеться да и химится щеная на придет не хочу патикули прямо напротив молодого через улицу стоял дом химится к прикольненький розовенький удивительно удивительно электива в нашем районе традиционный японский стиль и вот такие вот особнячки на европейский манер химится была наполнена русской но не думаю что она хотела бы жить в избе из матери она срублены жилой дом сельской лесистой местности на территории селения восточных славян я и не знал да детстве я ездил деревню бабушки с дедушкой у них как раз и была типичная русская изба а вот бабушка и дедушка химится жили в старинном японском бумажном доме 0 из 3 по шкале 3 поросят я бы сказал никак он похоже замечтался привет как дела химится с меня большими пакетами шла со стороны рынка все хорошо а у тебя и у меня и куда собираешься да вот решил прогуляться что ничего просто она соблюдала минимальный уровень вежливости минимально для нее слушай весело отчая как-то неожиданно весело да даже для себя самого проси меня за вчерашнее не знаю что на меня нашла все порядке я понимаю нет серьезно не думал что тебе дело в тебе дело во мне если девушка говорит вам что дело не вас то дело точно вас а если это говорит парень если это говорю я выглядит глупость или того хуже хотя знаешь что забудь сегодня такая хорошая погодка пойдем гулять что прямо сейчас бля я не хотел не хочу опять любит сука не хочу химится слегка приподняла пакет и намекая на то что у нее дела да прямо сейчас выходной сегодня или нет никакую ну я не знаю надо же еще обед приготовить нельзя постоянно работать без отдыха действительно химица не только регулярно готовила мне но и свалила на себя все домашние обязанности после того такие родители развелись так что давай я подскочу к ней и ловкими движениями выхвате пакет никаком химица протестовала но как-то неохотно слишком робко как в детстве ладно надулась она и грозно зашагала к дому я и не переставал думать о кэтрин однако все-таки решил сделать передышку этот вопрос постоянно под в состоянии подождать до понедельника я не мог сам выкинуть его из головы мне необходимо было отвлечься возможно по многим причинам химицу для этого подходит не лучше всего но сегодня утром нас как будто свела судьба я не верю подобные совпадения но многие вещи в жизни отчаянно трудно объяснить логически ну вот и я пропела химица с порога быстро закрыла за собой дверь и подбежала ко мне на ее лице сияла счастливая улыбка ну что пойдем пойдем а куда куда ты хочешь да вот и об этом я как-то и не подумал потому что одному мне было бы вполне нормально просто шататься по улице ну я не знаю давай выбирай она уставилась на меня серьезным видом возможно при других обстоятельствах и мицу могла бы просто сказать с тобой куда угодно но не сейчас определенно не сейчас другой стороны эмоциональная краска не менял сути выбирать все равно пришлось по мне ну ладно хорошо пойдем в парк аттракционов окажется это кажется ты давно хотела я хотела ну может быть нет если не хочешь никакому хватит уж не она игрила взяла меня под руку и потащила за собой и девушка палич уау родители рассказывали мне про в днх но побывав ребенком впервые в японском парке аттракционов я какое-то время думал что они уехали из союза именно поэтому в днх а экспозиционный музейный и реакции он на выставочный комплекс в москве считается самым большим миром сохранить хранится хранится уже кстати серию бы закончить бы блять было бы хорошо наверное настоящий мир детства мечты воссозданные на его все это меня сейчас мало занимала а вот химица действительно радовалась как маленькая радовалась сахарной вате каруселем даже дома с привидениями пойдем конючила на не боишься не боюсь то есть боюсь но ведь в этом и смысл да и нет там на самом деле ничего страшного мне по большему счету было все равно но сама идея с домом привидениями мне всегда казалось глупой не любил я фильмы ужасов но серьезно реальная жизнь пугает куда сильнее а уж моя в последнее время прямо такие фильмография хичкока то есть ты хочешь испугаться хоть и понимаешь что бояться ничего ну нет но сложные вопросы все-таки не конек химица просто пойдем никакой ты же сам говорю что сегодня выходной а ты все ворчишь видимо люди просто хотят встряски и адреналина хотят отвлечь от постоянной рутины и испытать какие-то сильные эмоции наверное наверное именно поэтому меня ужастики не привлекали моя жизнь подобные подобными эмоциями была буквально переполнена ладно ладно ой-ой-ой дом с привидениями был населен различными йокаями из папье-маше оборотнями женщинами с длинными шеями и прочей нечистью из японского фольклора общее название всех антропоморфных демонов японского фольклора вот это прям на превьюшечку кайф 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 я не испугался бы если бы есть даже если бы понимал почему это должно было быть страшно например енот алкоголик это по моему достаточно мило тануки японский но то оборотень в чем алкоголик пуске на то оборотень символизирует счастье и благополучие является большим любителем сака ладно мы продвигались вперед медленно отчасти потому что здесь было темно химитсу крепко обхватила мою руку а и а в особенно пугающие моменты сдавливала ее даже до поля ну как уже можно бояться но вот вечно ты так а что я главное чтобы тебе нравилось признаться я уже начал откровенно скучать как вдруг прямо стима ты на меня набросилась какая-то хреновина я отскочил потовище за собой химицу и наугад отмахнулся в сторону выпрыгнувшего нечто призрак затрещал и с характером терным звуком у рвущегося картона осел на пол это 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 что такое было идем в японской мифологии демоницы людоедки устрашающего вида химицу засмеялась я знала что тебе понравится и что ну нахрен а дальше мы шли еще медленнее и теперь я постоянно смотрю по сторонам я глядался не не хочется ведь их 18 лет помереть от разрыва сердца ты шугливый конечно ты же сам говорю что тут ничего страшного а тут и нет ничего страшного просто неожиданность со всеми бывает ну да конечно конечно грубо ответил я сердито бешено сердце бешено стучало ну ладно а что-то от меня хочешь да я испугался не рада рада чему ты у нас теперь садистка нет просто она смутилась и потупила глаза как будто не собиралась продолжать все же решилась и рада что ты смог отвлечься отвечать от чего и понимаешь спросил я но по взгляду химицу полному тоски и печали все сразу стало ясно извини конечно за вчерашнее поведение но со мной все в порядке мне не нужно нет чего отвлекаться гудящие вдали ее кая как будто даже замолкли на мгновение увлеченные нашим разговором прости я не хотел опять все по новой нет что ты делай ведь не в тебе то есть я сам так сказал дело всегда не в тебе дело вообще может быть быть в тебе чуть 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 дело вообще не может быть в тебе что уж там никак у меня вдруг резко разболелась голова и мысли о кэтрин нахлынули с новой силой делая боль невыносимой хватит пожалуйста хватит делать вид что нам всего по семь лет неужели дело в этом неужели все время проблема состояла именно в этом химица отчаянно не хочет взрослеть и думать что можно всю жизнь прожить ведь ведь ведя себя как ребенок ребенок боится боли огорчений боится когда его ругает не любит когда ему указывает ошибки ненавидит когда отбирает любимую игрушку ребенок не хочет делать выводы и учиться не хочет зарослеть химицу хватит но она вроде бы хотела что-то сказать но тут же замолчала засмотрев на меня пожалуйста хватит ты разве не понимаешь что только делаешь хуже не надо обо мне так заботиться я не маленький не и способен сам принимать решение какими бы они ни были никакой пожалуйста не надо ее маленькие плечи задрожали а провидения тут же затихли ты можешь быть с ней можешь быть с кем хочешь только не надо так она уже не просто плакал а радала я слишком завелся и не обращал на это никакого внимания я винил химицу винил пожалуй незаслуженно и слишком за многое но в тот момент просто не мог остановиться малодушно и перекладывать свои проблемы на других тем более близких людей но как но когда больше нет сил с ними справляться самому порой остается не остается другого выхода или я просто придумал себе оправдание не так тошно а тут еще ты хочешь поддержать так не лезь в душу каждый раз и сами разберусь и сам сообщу тебя своем решении химицу всклипнула последний раз и убежала ломая по пути картонных юкаев за ней из захлопнулась двери я остался стоять один в этом потешном будтофорском аду в то время как самые настоящие демоны с не далее меня изнутри ну хватит уже моя жизнь за последнюю неделю превратилась души душ дешевый телевизионную драму с дрянным сюжетом только вот жизнь это не тв шоу которое можно просто выключить дальше будет лишь хуже если я продолжу в том же духе а через пару лет не останется ничего только боль и пустота после потери родителей не хочу не могу потерять еще одного близкого человека и неважно и неважно что я там на самом деле чувствую ноги ноги сами понесли меня кухонных ноги выбежав на улицу я на мгновение слеп от яркого солнечного света после мрака дома с привидениями контраст был слишком сильный когда зрение вернулось я осмотрелся и заметил на соседней лавочке химицу который спокойно ела сахарную вату ничего не напоминало о том что она буквально пару минут назад рыдала на взрыт зависть разве что я покрасневшие глаза добрый день можно с вами познакомиться меня николай зовут сказал я подойдем подойдя ближе это прозвучало глупо и неуместно но химицу любит такие шутки по крайней мере любила раньше нет нельзя я тут друга жду она улыбнулась как ни в чем не бывало а вы что здесь делаете а я вот жду подругу у нее рыжие волосы она часто делает смешное выражение лица вот такое я сильно надул щеки и выпучил глаза и химицу засмеялась ну хватит нет нет я вам точно говорю именно такое выражение никаком хватит если рядом но не слишком близко прости меня из-за сегодняшней и вообще давай просто больше не будем об этом я вздохнул собираясь с силами и настраиваясь на длинный монолог хорошо коротко сказала химицу не отрываясь от своей сладковатой я хотел сказать что еще так просто конечно зачем ссориться если можно не ссориться но само собой я лишь хотел сказать что поступил неправильно ты же заслужил ты же не заслужила такого отношения я знаю она вдруг резко повернулась ко мне и серьезно сказала никак он хватит и все понимает ты не хотел и больше так не будешь правда у меня невольно мурашки пробежали по спине да конечно а если будешь то я тебя покусаю химицу за раз откусила чуть ли не половину ваты боюсь боюсь засмеялся я но на самом деле мне действительно было не по себе а теперь пойдем я хочу еще на машинках покататься от машинки это дело может быть в такой перемене настроение химицу и не было ничего странного просто защитный механизм отгородиться от проблемы игнорировать ее делая вид что ничего не произошло я же никак не мог одеваться от тех мыслей что пришли мне в голову в доме с привидениями но стыд засадеянное засадеянное воспоминание рыдающий мицу и вина перед ней не давали мне возможности все как следует обдумать может быть потом когда она немного успокоится а ведь я даже не могу с уверенностью сказать злопамятная химицу или нет она никогда серьезно не обижалась на меня на что там ни на кого вообще боже дуванчик как сказала бы моя мама я уже хочу серию закончить и тут музыка играет детстве химицу много болел поэтому пошла в первый класс только тогда когда я пошел во второй а в то время я почти не знал японского поэтому ходил посольство посольскую школу мне было приятно общаться с учить с учительниками но в то же время было жалко химицу она так хотела ходить в школу вместе со мной после уроков я читал ее ей книжки которые нам задавали на дом она внимательно слушала и никогда меня не перебивала хотя сама читала лучше и быстрее меня а потом химицу пошла в ту же среднюю школу где учился я одноклассники потрунивали надо мной мол мы с ней вместе и все такое возможно сейчас бы я бы не увидел в этом ничего плохого но в том возрасте во мне только-только зарождался дух бутарства и противоречия поэтому я всячески отнекивался химицу же от этого раз траивалась но в основном отмалчивалась у ней уверен у нее на этот счет было свое мнение совсем не такое как у меня время шло и наши отношения менялись я привык не в итоге стала спрямо не мать ее как нет ебли ему часть своей жизни как ничто постоянно но что думала сама химицу меня это вряд ли когда-то заботило мы проходили мимо стенда где надо было из пневматической винтовки стрелять по мишеням и набирать очки достаточно очков получи приз давай попробуем воодушевелил схимицу да и стрелять то не умею ну давай пару раз всего смотри совсем недорого ладно я взял винтовку она оказалась легче чем предполагал примерился упер приклад плечо и прицелился чтобы набрать максимальное количество очков нужно было попасть точно в центр самой дальней мишени казалось что прицел винтовки смотрит ровно в него но ведь не может быть все так просто палец дрожал на спусковом крючке я никак не мог решиться и без конца водил ствол вверх вниз вправо влево никак он стреляй подожди не мешай давай огонь наконец мне это надоело попаду не попаду какая разница бах я оброжал что звук выстрела будет бы куда громче чем оказалось на самом деле о молодой человек поразительная меткость хозяин авки воскликнул владелец стенда что то есть я попал ну что сказать дуракам везет можете выбрать любой приз вообще любой конечно я посмотрю на химицу и у нее тут же отчасти загорелись глаза хочу вон того слона на дальней полке стоял огромный плющевый розовый слон высотой никак не меньше метра столько же в ширину где-то видел розовых слонов да и он размером больше тебя ну ладно ладно можно нам обратился к владельцу вон того розового слона конечно он говорил нараспев и в целом выглядел весьма забавно на год химицу страдом обхватила приз и практически сезла с плющевым животным вообще видишь что-нибудь все я вижу обиженно ответила она но казалось что говорит сам слон боже мой говорящий элефант притворно воскликнул я ты выиграл ты и неси химицу сдала зала приз рук на руки и богу бодро зашагала вперед все короче давайте мы на этом серию закончим она я смотрю по таймеру затянулась капец но блин я должен был до тип до момента когда кончится музыка чтобы это у нас было код в разделении вообще это так скажем диалогов и не знаю рамок сюжет вот надеюсь вам понравилось данная серия тут я старался чтобы у нее вошло как можно больше событий потому что мне показалось что больше половина шла школа 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 и надо было чтобы пошли что-то интересного надеюсь вам понравилось как всегда пожалуйста подписывайтесь на канал оставлять свои мнения в комментариях как вам серия каком прохождение ну и ставьте лайки не будет очень приятно на этом все и следующий серии всем пока а